Денис, приветствую тебя! На очередном совместном видеоанализе и техническом, и фундаментальном разбираем самые актуальные возможности, которые видим в данный момент на рынке, и стараемся смотивировать тех, кто просматривает этого рода контент на принятие конкретных торговых решений, собственно, торговлю. Предлагаю не затягивать сегодня, а сразу перейти к демонстрации тогда рабочего стола. Конечно. Так, демонстрация должна была пойти. Итак, прежде всего, что хочется сказать, сегодня, наконец-таки, с точки зрения каких-то событий, которым можно подготовиться, день более-менее интересный, потому что сегодня в 16.30 выйдут данные по США. Это блок статистики, заявки на пособие по безработице, заказы на товар длительного пользования, еще и годовые данные по опыту. Собственно, данные важные, за ними нужно следить и посмотреть, как в итоге поведет себя доллар. Поэтому, друзья, имейте в виду, что сегодня, собственно, так же, как и в прошлые дни, нас ожидает день довольно волатильный, поэтому обязательно стоит контролировать риски. Давай вкратце пробежимся по тем идеям, которые разбирали в прошлый раз. Давай. Собственно, прямо сейчас на экранах динамика фунта. Я предлагал раньше сделку с L-Limits отметки 1.2310. Сейчас мы находимся пониже. Я призываю держать короткие позиции по британцу, потому что, на мой взгляд, фунт остается тем инструментом, который нужно реально продавать. Сам факт мощнейшей нисходящей динамики, вот мы фактически свалились с 1.2353 до 1.22, то есть 150 пунктов буквально за раз, три, шесть часов. Ну, это много, конечно же. Мы привыкли к тому, что фунт так интенсивно может ходить, и привыкли к тому, что фунт легко возвращается к более-менее оправданным и справедливым значениям. Вчера, по словам руководителя Банка Англии, мы еще один сигнал получили того, что британский регулятор в одном шаге от дополнительных мер стимулирования. Поэтому, друзья, те, кто держит короткие позиции, просто смиритесь с тем фактом, что эти решения будут приняты. И как только мы услышим, например, о снижении ставок для отрицательных значений, как только будет анонсировано решение о увеличении программы количественного смягчения, еще и вкупе с поддержкой, которая должна прийти для американского доллара, пара фунта американец будет стремиться к той цели, которая раньше была обозначена на отметке 1.20. Но в качестве перевалочного пункта я предлагаю пока поглядывать на уровень 1.20.50. Что касается второй сделки по золоту, мы присматривались, ну, я присматривался к двум важным уровням, с которых, как мне казалось, может развиться неплохое восходящее движение. Это была планка, ну, в принципе, она сейчас началась, 1.720. Собственно, когда комментировал ситуацию по золоту в ходе нашего с тобой прошлого эфира, я давал рекомендацию, что если будет ретест, мы тогда были выше отметки 1.720, нужно покупать. Если рынок золота провалится еще ниже к поддержке 1.700, тогда точно покупать. Это прекрасная возможность, еще и психологическая планка. Но вот этот уровень реально мы удержали, 1.700, сейчас скотируемся выше. И интерес к золоту сейчас впоследствии будет уже подогревать рост напряженности между США и Китаем вокруг и Гонконга. Потому что, судя по всему, закон о нацбезопасности уже будет принято. И, по словам Майкла Помпео, Гонконг уже утратил автономию. Это значит то, что Трамп, который обещал действовать, жестко будет действовать. И вчера он, кстати, сказал, что решения по новым экономическим санкциям будут анонсированы уже до конца этой недели. Я, правда, не знаю, это будет до пятницы, скажем, в рамках торговых будней, либо все-таки он возьмет еще и субботу-воскресенье, примет решение на выходных, тогда в понедельник нас будет ожидать интересное открытие по рынку. По золоту только лишь длинные позиции я вообще не вижу оснований для разворота, потому что отношусь еще к категории тех трейдеров, которые еще скептично относятся к такому стремительному восстановлению после пандемии, и не верят в то, что эта тенденция станет долгосрочной. Будет еще один разборот, будет еще одна волна распродаж, и золото от этого только будет выигрывать. Что касается торговых позиций на сегодня, я предлагаю сделку по продаже австралийца с уровня sell-stop 0.6590. Так, одну секундочку. То есть мы фактически очень скоро сделаем этот уровень, я думаю, что час еще, может быть, чуть больше. Эта отложка сработает, и в качестве цели можно будет ориентироваться на уровень 0.64. Даже здесь стоит этот уровень. Почему я считаю, что австралийцы будут снижаться? Потому что сегодня выступал Филипп Лоу, который является руководителем Резервного банка Австралии. Он еще раз подтвердил то, что до достижения цели по инфляции и занятости политика будет стимулирующая. Может быть, кто-то зацепился за комментарии о том, что отрицательных ставок мы не увидим. Но в то же время он как бы нейтрализовал эту риторику готовность увеличить программу количественного смещения больше, чем на 20 миллиардов австралийских долларов. И то, что Австралия сейчас снижается, это как раз доказательство того, что с небольшим лагом рынок все-таки начал реагировать. Второй момент – это то, что я сказал по отношениям непростым США и Китая. Они будут только лишь усиливаться. Мы вернемся к вопросу торговой войны. Это негатив для Китая и, разумеется, для австралийского доллара. Потому что Австралия очень тесно в плане партнерских торговых связей завязана с Китаем. И, например, если в ближайшее время Народный банк Китая начнет снижать процентную ставку, это приведет к ослаблению курса юаня. И по именно факту корреляции с австралийцем, австралийская валюта может показать схожую динамику. В общем, выше вот этих пиковых значений 0,6673 мы вряд ли пройдем. Я вообще допускал, что мы не должны оказаться выше 0,66, но вот все-таки был заход повыше, и в итоге все равно мы вернулись вниз. Короче, держим шорт. И вторая позиция на сегодня – это доллар-канадец. Предлагаю покупать с текущих значений. Отбились мы от нижней грани нисходящего добросрочного канала. Сейчас, безусловно, канадцы чуть-чуть подтапливают, даже не чуть-чуть, а рынок нефти. Наконец-таки он начал корректироваться. Я торговые рекомендации по нефти не даю, потому что не знаю, еще не вижу хороших точек для входа. Но пока рынок корректируется, нужно использовать это для продаж канадца. Уже не раз мы проверили на практике, что канадский доллар фильтрует вообще статистику ожидания по мягкой монетарной политике, любым изменениям монетарной политики. И дисконтировать стоимость только лишь изменений на рынке нефти. Если пока тенденция нисходящая будет развиваться по рынку черного золота, давайте пользоваться этой возможностью, езжать и ждать пару долларов-канадец там. Уже вблизи верхней границы этого нисходящего канала – это на отметке 1.40-1.40-1.50. Денис, передаю слово тебе. Так, слово взял, демонстрацию экрана настроил. Видно? Да, уже все. Да, отлично. Смотри, значит, по поводу золота. Я, как и в прошлый раз, в принципе, придерживаюсь точно таких же настроений. Показывал вот этот диапазон. Потом я его чуть-чуть корректировал уже по самой зоне покупателей. В общем, это 1.707-1.699. Цена вчера, получается, ложная. Его проколола вплоть до 1.694. И затем уже достаточно быстро восстановилась. Здесь ничего у меня лично не менялось. Все в рамках нисходящего канала. Нижнюю границу очень красиво потрогали. Плюс ко всему еще и вот такую трендовую линию поддержки тоже. Ну, практически дошли до нее там с маленькой всего лишь погрешностью. Поэтому я по-прежнему исполняюсь к варианту, что золото у нас направлено в рост. Причем в рост здесь как минимум к самым ближайшим значениям в районе 1.738. Я не исключаю варианта, что может и перехать вплоть до 1.765. Ну, пока смотрю, скажем так, до вторника. Там потом мы с тобой уже еще раз увидимся, услышимся и все это обожрим. Но пока что я самую ближайшую цель выставляю. Это как рынок все-таки штормит и штормит неслабо. На 1.738. Что касается вот ситуации, сегодня говорил по поводу фунта. Смотри, по фунту у меня лично была вот такая вот зонка покупателей. Причем достаточно хорошая. В нее сюда попадает диапазон 21.60-22. И в этот диапазон у нас попадают как раз нижние границы рынка. Здесь вот они, недельные границы присутствуют. И если честно, у меня пока есть сомнения в плане того, смогут ли ее пробить. Потому что вчера дело в том, что то снижение, которое мы получили, у нас самые крупные объемы находились в самой последней свече. И прямо видно, как внизу зеленым цветом это сделки по АСКам прошли. То есть, другими словами, это рыночные покупки были. То есть здесь рыночные покупки достаточно крупные. Они как раз остановили падение. Плюс ко всему это частично фиксации тех продаж, которые заходили у нас вот по видам вверху. Красным цветом как раз показано с отрицательной дельтой. То есть это были классические рыночные продажи. Здесь частично фиксанули, плюс набрали рыночные покупки. Поэтому я допускаю вариант, что сделают и ретест данной зоны, но потом все равно с большей долей вероятности вверх. Понимаю, что это против фундамента идет. Но, во всяком случае, такая картина – это именно с позиции объемов. Потому что те объемы, которые наиболее крупные накоплены, они находятся именно вот здесь вот внизу. Это даже видно вот и по вертикальным объемам в том числе. Поэтому я склоняюсь к варианту, что вряд ли пока они сильно пробьют вниз. Единственное, что может произойти для изменения тенденции, это нужно, чтобы цена отчета сокрепилась примерно под уровнем 1.2150. Вот только тогда уже у нас будет нормально, аккуратная работа на продажу с коррекцией. Сейчас пока что у нас локальное движение доминирует вверх. Поэтому я считаю, что некую трехпазную коррекцию цена может сделать. Тем более, учитывая то, как раньше фунт двигался у нас на тех же негативных новостях, практически постоянно отрастал. Поэтому, я думаю, в этот раз тоже какую-то гадость могут сделать. А что касается идей на сегодня, значит, австралиец. Нечто немножко похоже, но по австралицу здесь более четко есть понимание того, что цена пришла в сильное сопротивление. Данное сопротивление у нас выражено уравнями 0.6670, 0.6690. Цена здесь уже вчера побывала, достаточно красиво потестировала. И позавчера тоже был раз укол, второй укол. И тут у меня еще немножко так залеплено цифрами. Это верхние границы рынка, то есть укол границы месячные, текущего месяца, следующего месяца. В общем, диапазон такой достаточно сильный. Есть еще и границы повыше, но они, я бы сказал, второстепенные. Основные все-таки здесь находятся. Единственное, что меня лично немного смущает, это то, что наиболее крупный объем у нас появился при падении вниз, но в то же самое время это и проталкивание было. То есть здесь вообще очень мощно все это залеплено. А вот с австралицем, я, кстати, могу согласиться, что его, если будут проталкивать вниз, то проталкивать аж вот сюда, то есть в район 0,64. Единственное, что очень важно здесь следить, это то, как будут проходить зону 65-20, 65-50, потому что если ее пройти не смогут, то получим в итоге еще один ретест вверх, а только потом уже после этого новое падение вниз. То есть приблизительно вот в такой схеме я вижу дальнейшие перспективы. Лимитку сюда я не ставлю, потому что реально может быть по-всякому, особенно учитывая то, что на протяжении всего роста, которое было еще с 20 марта сделано, то есть чуть больше, чем за два месяца, у нас самый крупный объем находится именно во вчерашней свече. То есть подобные вещи, они не просто так на рынке появляются. Очень часто это, может быть, и запаздывающие продавцы на рынок ходят. Поэтому здесь я был бы крайне осторожен вот с этой зоной. Если его проходит, все, движение однозначно у нас будет в район 0.64. Тем более по маржиналкам, если так приблизительно раскинуть, то как раз вот от 1.2 получился очень неплохой внутренний отскок. Следующий у нас здесь. И полуторную я бы сделал вот в таком виде. То есть, грубо говоря, те, кто использует маржинальные зоны, то стремление приблизительно к полуторной маржиналке у нас здесь может быть. Короче, вот такая вот схема. Единственное, только здесь повышенное внимание будет. Касательно канадского доллара ситуация абсолютно зеркальная. Единственное, я только ожидал, что попытаются добить ниже, потому что, как по мне, ну как-то слишком просто, как-то слишком примитивно, чтобы отсюда прям взяли и отросли. То есть, либо это я уже слишком заморачиваюсь, еще какие-то ценовые подвохи. Дело в том, что здесь у нас вообще ситуация красивая, потому что и контрольно-маржинальная зона, и также путь границы рынка месячный, недельный, все сюда попадают. Также два нисходящих канала, вот они прекрасно видны. Один общий, причем это не расширенный, а именно классический один общий канал, и один более уточненный, расширенный. Они оба попадают у нас как раз вот в такой диапазон. Верхняя граница, кстати, если брать по маржиналке, это 1,37-1,35. То есть, достаточно чистое, красивое касание. Но, как я уже говорил, я ожидал, что добой сделают вниз, поэтому схема такая. Либо буквально с текущих попытается отрасти, либо если через добой, то в район 1,37-1,36-1,60. Это самая классная текущая зона для покупок. Но при одном и при другом расслаблении у нас все равно конечный результат, я считаю, приблизительно будет одинаковый. То есть, я тоже вижу его исключительно на рост. Поэтому тут я с тобой абсолютно полностью солидарен. Единственное, нужно дождаться либо пробоя внутренних экстремумов, пускай сделают закрепление, тогда можно будет ходить. Либо если попытаются на статистике по штатам сделать выброс вниз, то это будет хорошая возможность уже для перспективных в дальнейшем покупок. Вот, собственно, такие мысли у меня по австралийственному зеландцу на данный момент. Здорово, Денис. Хорошо, что идеи и взгляды сходятся, и с точки зрения техники и фундамента. Я думаю, что это еще одно доказательство того, что нужно действовать так, как рекомендуется, так, как видится, друзья. Денис, будем результат уже подбивать в следующий вторник. Соответственно, точно будет, как и всегда, о чем поговорить. Я уверен, что идеи у нас очень интересные. Разберем их, посмотрим, и уверен, что так же будет и профиль. Тебе хорошего закрытия недели, как и всегда. Классных выходных. Заимно, коллега. Тоже отличные выходные. Хорошо доторговать неделю с минимальными откатами. Заимно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.